Сезон фонтанов и цветов в столице Заполярья открыт. В городских парках и скверах уже высадили маргаритки, бархатцы и яркую календулу. Тысячи разноцветных цветов будут радовать мурманчан и гостей города до конца осени. Приятные хлопоты и суету доставляет озеленителям ежегодная высадка цветов на клумбах. Тысячи разноцветных растений, собранные в единые композиции, будут радовать жителей всех округов до самой осени. В цинерарии, гвоздики, бархатцы, питонии уже прошли испытания с севером и доказали, что им не страшны холода, дожди и порывистый ветер. В дальнейшем также уже запланированы все наши объекты, которые будут в дальнейшем уже засаживаться. С числа 18 июня мы начим нашу уже центральную клумбу возле Арктики. Там у нас выйдет саженцев около 25 тысяч. Сейчас трудно представить наш город без фонтанов. Долгожданным событием для многих жителей заполярной столицы становится их открытие. Гидросооружения служат скорее не для того, чтобы охлаждать и увлажнять воздух, а для эстетического удовольствия и для создания летнего настроения. Фонтаны уже запустили в сквере на улице Зои Космодемьянской и в центральных парках города на Пушкинской и Ленинградской. А вот на Семеновском озере еще ведутся работы по наладке конструкции. Надстройку планируют завершить 11 июня. Великолепно. Ну не Петергов, но все равно красиво и очень здорово. Вы знаете, очень красиво. Даже вот в условиях непогоды настроение поднимает. Вот ну-ка сюда привели погулять. Замечательно. Мне нравится. Горожанам остается только бережно относиться к фонтанам и цветочным композициям, чтобы сохранить такую красоту на весь сезон. Специалисты городского предприятия призывают не портить клумбы, вырывая растения для собственных садовых участков. И не бросать в чаши с водой мусор и посторонние предметы, которые могут испортить сложный механизм. Субтитры создавал DimaTorzok